Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 397. События дня. Евреям 9.27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. 12 января 2017 года. Сергей Игнатов. Благодарю Бога, что побудил меня через проповеди Игнатия Лапкина серьезно изучать Священное Писание, каноны Православной Церкви, чтобы сознанием дело отражать нападения бесов, изобличать их козни и ложь, а самому питать свою душу Божьей благодатью. Святым Писанием, видя примеры для подражания, как Игнатия Лапкина. Аминь. Спаси Христос. Единственным авторитетом для Божьих людей является Бог, Его Слово, написанное пророками и апостолами, святыми отцами. Злобствующие через бесов недоброжелатели только клевещут, потому что их Бог дьявол, а не Отец Небесный. Благодарю Тебя, Боже, что я и тысячи людей могу слышать Твое Слово из уст раба Божьего Игнатия Тихоновича Лапкина. Спаси и сохрани его от всякого зла и постреми его врагов бесов. Аминь. Юрий Соболев. Миром, Игнатий Тихонович! Послевкусие от вчерашней беседы выкристаллизировалось в том, что можно назвать заметками на полях скайп-беседы об истинном миссионерстве. Один наш близкий дорогой знакомый, проживающий недалеко от всего края, привел однажды весьма точную и интересную метафору, сравнив церковь с футбольной командой. Не буду ручаться за оригинальность этого сравнения, скажу лишь, что ранее ее ни от кого не слыхал. В футбольной команде есть вратарь, защитники, полузащитники, нападающие. Вратарь-епископ, защитники, монашествующие. Полузащитники-священнослужители, нападающие, авангард-миссионеры. Очень удачные параллели, но хотелось бы расширить и углубить этот образ. Итак, тренер-патриарх. Посему команде надо тщательно соблюдать тактику и предматчевую установку, послушание. Сам же тренер должен выполнять требования владельца клуба. Болельщики. Это нужно понимать миряне, горячо поддерживающие свою команду, радеющие и ревнующие. Известно, что футбольный мир таков, что менеджер-тренер прислушивается к мнению и требованию болельщиков. Молитва, прошение. И может убрать или приобрести того или иного игрока. Увы, в современной церкви этот разрыв огромен. Такого почти и нет. Также, если тренер плох и не ведет свою команду к победам, управляющий владелец клуба разрывает с ним контракт. Управляющий. Это глава церкви Христос. Свежи в исторической памяти события юбилей на столетней давности. Заключительные штрихи. В футбольном мире самые ценные игроки, самые дорогие и высокооплачиваемые, это нападающие. Универсальные игроки, способные в одиночку, благодаря своему дарованию и мастерству, решить исход встречи. Очень спорно. При необходимости взять игру на себя, отработать в защите, не случайно именно нападающие в ежегодной первой тройке претендентов на золотой мяч. Вот здесь, увы, аналогия не проходит. Нет почти истинных нападающих в современной церкви. Не пекутся о благовестническом авангарде. Не ценятся форварды. В связи с этим уместно напомнить главное, горькое футбольное правило. Не забиваешь ты, забивай тебе. Если вся команда села в защиту, победы не видать. Да и как? Кто поразит ворота противника? А вот тебе забьют, ибо кто не обороняется, тот нападает. Сатана главный противник, а его игроки ереси... Где оно? ...и секты. Ибо я знаю, что под шестью моим идут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Деяние 2029. Это имеется в виду внутри церкви, это не секта. Вот такая богословская метафизика футбола. Ну как ты считаешь это? Ты такое слышал в сравнении? Нет. Принимает сердце или нет? Сходу говори, пока не считал мой ответ. Ну как? Что-то есть тут такое правильное, что-то нету. Понятно, мямили нет. Так, Володя, вы-то футбол-то не знаете. Ты такое сравнение слышал? Нет, не слышал. Тебе как это? Подходит или ты чувствуешь что-то не то? Не растерялся? Слушай дальше, мой ответ. Я не мямлю, просто футбол тоже нужно знать. Ладно, пошли. Хорошо, пошли дальше. Чуть-чуть левее сядь. Игла. Сравнение духовного с чем-то дано в притчах и поступках и видениях пророков. За этот предел не следует делать шаг влево или вправо, чтобы не оказаться лжецом при хитросплетенных баснях пустословия. С кем же и что сравнивает? Тут и патриарх, и Бог. Сразу же мой разум в душа попятились. И сравнивать с пустяшной и вредной игрой, где уже столько всего было, и убийства, и подкупы, и подставы. Нет, да не будет, Бог запрещает. Не приемлет мой разум ни йоты из этой каламбурной катавасии. Если сравнивать, то только в пределах, положенных уже в Святой Библии. Какие именно? Дальше я сравниваю. Притча 35. Всякое слово Бога чисто. Он щит, уповающим на него. Значит, странно, если щитом. Притча 18.11. Имя Господа крепкая башня убегает, в нее праведник и безопасен. Значит, с башней можно сравнивать. Иса 59.17. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. Вот теперь, смотри, какая одежда. Ревность, это плащ. Вот только это, плащ. Ефесянам 6.17. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мировых правителей тьмы века сего, против духов злого поднебесного. Вот где борьба идет. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав через слава ваше истинное, и облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Не имеющих пинать, а благовествовать. Ипаче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Шлем, шлем. Дальше. 1 Фессалоникийцам 5.8 Мы же, будучи сынами дня, набтрезвимся, облегшись броню веры и любви, и вшлем надежды спасения. И еще явно выпирает в этой надуманной игре англосаксов, что тут командное действие выявляет всех победителями. В деле Божие не так. Римлянам 14.12 Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Вы говорите, почему же сын не несет вины за отца своему? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается. И беззаконие беззаконного при нем и остается. А здесь не так. Хоть ты тысячу раз обыгрывай противника, остальные не играют, виноваты все, проиграли. И спорт, и тем более большой, есть убийство и гордость несусветная. 1 Тимофея 4.6 Внушайся, братья, будешь добрые служители Иисуса Христа, Питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Вот это, что впереди в футболе написано, негодные бабьи басни. Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование в жизни настоящее и будущее. Показывает на Олимпийских играх, и как они схватятся, команда команду, бьют и там и в хоккее, и клюшками, и убивают друг друга. Слово себе верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй себе и учи, никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии. Верно в слове, верно в слове, не в придумках. В житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Хаттабыч правильно сделал, прекратил игру, дав каждому помещу. Кто составил подобное сравнение в Церкви Христовой с негодным спортом паразитов, подлежит срогой епитимии, как кощунник и почти святотатец. Юрий Соболев, покорно замолкаю и соглашаюсь с вами, Игнатий Тихонович, отступаясь от всего образа и сравнения. Игла. Если дается рассмотрение бега на ресталище, то речь идет именно и только на устремление к небесному. И не игра, а война. Бой, сражение на смерть. 1 Коринфянам 9.24 Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, как чтобы только бить в воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому, не остаться недостойным. Филиппийцам 3 глава 4 по 16. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего, звания Божия во Христе Иисусе. Матфей 5.14 Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Филиппийцам 3.14 Что? Филиппийцам 3.14 Ну я сказал-то. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светят всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. 1 Петра 5.8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Лука 14.31 Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с десятью тысячами, противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Юрий Соболев Благодарю за мудрое наставление и вразумление, Игнатий Тихонович. Совсем согласен. Да и как иначе, ибо Слово Божье. Как часто бывает со мной, увлекся пустой философией и учениями различными и чуждыми. Евреям 13.9 Каюсь. Ты понял? Человек, который по образованию выше нас всех вместе взятых. И он не стал... Вот маленькая переписка прошла какой-то. Все. Он встал на место. Отношения наши не нарушились. Молодец. Просто замечательный человек. Да. Игла. Вы запросили у меня образец бланка на благовестие, чтобы власти не имели прентензии к вам по пакету Яровой. Кто вы? Соболев? Да. Для этого нужно, чтобы человек принадлежал к официальной религиозной организации, как власти ныне именуют верующих, и чтобы там было членство. И чтобы настоятель или епископ дал вот такую справку на полный лист с двух сторон, на одной стороне листа А5, полный печатный лист, копия регистрации епархии, или А4, или церковной общины в отделе юстиции края, а на другой стороне уже сама справка с печатью синими подписями. Вот это я ему все это скинул, вот это вот, оно они там отобразили, сейчас покажу. Это на листе А5 делают, да? Я думал на А4 делают, у меня справка уже у всех началась. Ну я не знаю, вот этот лист у нас А5 говорит? А4. А4? Ну, не крыло 4, поставить 4. Что это такое? А мы положили вот... Ну это надо, значит, теперь надо вернуть назад, это не годится. Все, 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 все. Зашли? Да уже далеко зашли. Ну все, вернули, нет? Да, вернули. Вернули. Вот это я покажу. Так, мир вам, благодарю за грецкие орехи, за яблочки нарезанные, компот. Все очень вкусно и приятно. Видно, с какой любовью там это готовили. Спаси вас, Христос. Это к нам привозили. А в ответ пишет хозяйка. Татьяна Ле. Миром, слава Богу! Вас спаси Христос, что приняли моего сына, что молитесь о нас грешных. Храни вас Бог. Дальше. Игнатий Тихонович, благодарю вас, что вы уделили мне ваше внимание. Это одна женщина пишет. Я не стал показывать ее, потому что недруги, они просто как бешеные псы кидаются и сразу рвут этого человека. И все говорят, откуда они? А вот они коснулись меня, они еще не знали. Я им говорил, не трожься, отойдите. Они сделались бесноватыми. Явное буйное беснование. Филадельфий там один, Душитель, Потомов, Скуратова. Что там? Хочу поблагодарить Господа, что Он открыл мне вас, ваши лекции, слушая каждый день. На вашем канале подписано. Дни рождения не праздную, даже не люблю это делать. Иду в храм, делаю по возможности милость. Читаю Акафист, Ангелу-Хранителю. Благодарю вас, что вы есть в моей жизни. Храни вас Господь, поклон вашей общине. Вот первый раз человек пришел, я и знать не знал. А вот теперь хочу показать, что здесь, какая справка, как она выглядит. Некоторые не знают, допустим, чтобы можно было проповедовать. Ну вот теперь посмотрим. Видно? Нет? Посмотри. Посмотри. Верхнюю часть пока сними, а я тогда ударю ниже, чтобы видно было побольше. Вот так. Вот оно, какое удостоверение. Я не знаю, как показать. Но они сами себе сделают, а тут бывает так, священники просят, ну а как составить, что? Вот у нас юрист составлял. Здесь сказано все. Ну а на обратной стороне, там я говорил, с этой стороны, там о регистрации с отдела юстиции. На балу лучше на... Инатьев Иванович? Ну ладно. Пять походим. Дальше. Вот я и на путь взятый, интересно. Я не придумываю ничего. Ну люди как пытаются теперь рассуждать. Это называется сказкой. Ту-154 компания Аэрофлот. Сказка про Ту-154 Б2. Братовый номер Ромео Альфа 85-50-72. Первое. Официально разбилось 92 человека. В сказке 163. Из них 23 летчика, летавшие на смену в Хмеймим. 17 авиатехников. Не летавшие, а летевшие. Летевшие на смену в Хмеймим. То есть, говорят, там было столько-то, столько. На самом деле, вот сколько было. И были там и артисты. Дальше. Сказка. 17 авиатехников и инженеров. Три генерала, 25 специалистов, ССО, снайперы, авианаводчики, операторы, БЛА и так далее. Шесть человек, ФСО. Второе. Ансамбль Александровой и доктор Лиза были лишь прикрытием. Ширмы для перевозки и основной поставки. Третье. Спецгруз, ракеты, ПТРК, Корнет, 120 единиц. Из них с экспериментальной боевой частью 20 штук. Патроны 338, Лапуа 30 тысяч штук, Барретт 10,5 мм, 10 тысяч штук, Чилтек 10,5 мм, 40 тысяч штук, Денежные средства, Доллары США, 332 млн. В Сочи подсело два генерала и шесть сопровождающих лиц ФСО, прибывших сразу после совещания у Путина. Вылет из Москвы специально был спланирован на 2 часа ночи. Хотели проскочить, не проскочили. И улыбочка. Не забывайте, что это сказка, не имеющая к реальности никакого отношения. Понятно. То есть, какие это уже сведения поступают, люди расследуют, исчезли такие другие совсем, как в Америке. Два небоскреба торгового центра свалили. Но как они могли так сразу разрушить это все? Оказывается, везде заряды были подставлены на каждом этаже по все опоры. Не сразу это обнаруживается. С лодкой курс, та же самая история. И здесь уже такие вот слова идут. Но как бы то ни было, мы ничего не знаем. Я это взял с интернета и показал откуда. Просто надо молиться. Ну и вот у нас, какие наши ресурсы. Это мой мир. Вот какой-то. Другой есть, там я с голубем, там мне не писать. А именно здесь. Легко переписывается. Вот вверху к истине. Два это почта. Сюда заходите. Второе, это наш православный форум. Очень большой. Тысяча шестьсот две темы. Огромные просто. Вот. Ну и Это вот у нас Православный видеоканал Открытым оком во свете Библии. Вот сегодня я поставил шесть роликов. Вот часть богослужения. Сколько-то прошли. Да даже можно узнать сейчас, сколько. Обновлю. События дня сколько посмотрели уже? Сто сорок шесть. Ну и тут тоже маленько. Сто сорок четыре. Благодать духа подается. Пока говорили, кто-то зашел. Поэтому я зайду сейчас. Так. Добавил. Просчитаю. Что тут пишет? Так, уберите немножко. Имман Шмидт добавил комментарий. Извините, но вы правду не знаете сейчас в церкви. И попы, и патриархи, и многие грешные рабы, рабы, и денег. Так же и Путин, и вместе с ним будет грех, если я пойду к ним. Но я их люблю потом. Ну потом, ну это непонятно. Если вот посмотреть вот здесь, вот есть она или нет. Ну да. А потом. Ого. Что он там? Потому что в Библии стой и возлюби врага своего. Он возлюбит тебя, и я так и делаю. И мне все хорошие и нехорошие люди помогают. Все вокруг меня удивляется. Как это он же злой и никому не помогал. Но теперь он помогает. Я люблю всех и все, что меня окружает душой, а не телом. Не курю, не пью. И живу хорошо. И всем желаю хорошего. Коротко о себе. Я жил плохо до 3-го, 5-го, 13-го. И в этот день меня затронул Бог, исцелил, и после я стал хороший. Но не знал, что это. И я начал исследовать. И всегда просил о помощи. И Бог мне помогал и сейчас. Болезни, как появились, я попросил и исчезло. Быстро, за секунды. Даже машина сломалась на работе. Я попросил, и она заработала, как в сказке. Я говорю всем верующим, если вы заболели, и идете к доктору, или лечитесь травами, или еще чем. Не просите у Бога. Вы не доверяете Богу. Это грех. Они все говорят, а в Библии написано. Нельзя просить, потому что это урок нам Бог посылает. Я всем говорю, вы можете своей головой размыслить, а не Библии, которую кто написал. Они отвечают, нет, главное Библия. А я им Библия, это не Бог. И в ней могли неправду написать. А вы одно это... Ну, то есть, понятное дело, ничего он не знает Бога. Нет, изобрел не туда. Все, больше его не будет здесь. Ну, раз один раз посмотрели, что человек пишет. Библия того, я стал хороший, то другое. Да Библия как раз показала, что ты никто. Совершенно. Ну, вот я ничего не скрываю, как написано. Он так думает. Ну, и что думает? У него какое-то есть движение вперед? Нет. Ну, теперь мы продолжаем всегда наш ресурс. Православный английский сайт очень большой. И 55 папок, вот здесь вопроса отвечаю. И сейчас мы рассматриваем жития. Давай посмотрим. Вот вопрос. Ctrl-A, Ctrl-S. Скопировал. Теперь дальше. Выделяем страничку в Word. Вставляем. Снова активируем. Выводим на 20-й шрифт. И все. Поехали. Вопрос 2070-й. Восьмой том открытым оком. Чем объяснить стремление ушедших в пустыни к полному одиночеству? Ответ. Только тем, что они были так научены. Изобразец брали не учение Христа, а усваивали наглядный пример монахов, пострижения, монастыри. Тогда была создана совершенно новая религия, без совета с Богом, без следования за Христом по Евангелию. Во время гонений пустыня давала приюты спасения. Евреям 11.38. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и к ущелям земли. Их гнали, гнали. А эти сами пошли. Они даже этого не понимают. Откровение 12.6. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога. Ее гнали. Судей 20.47. И обратились оставшиеся и убежали в пустыню, к скале Римону. 600 человек. И оставались там, в каменной горе Римоне, 4 месяца. Я беру из священного писания, когда говорит пустыня. Почему люди туда бежали? Здесь никто не гнал. Это совершенно разное. И брать то нельзя. Теперь привожу места из священного писания. Мария Египетская. 1 апреля. Кавычки открыты. То есть это прямо из житей святых. Мне задавали вопросы в университетах, по радио, в школах. Вот такие ответы я давал на основание Слова Божия. Если кто видел, что другой идет к нему навстречу, то уходил в другую сторону и продолжал свою жизнь в одиночестве, в постоянной молитве, вкушая в определенное время очень мало пищи. Все. То есть бежать от людей. Это абсолютно антиевангельское учение. Слово Божие говорит, иди, даже бесноватого, только исцелил Господь, иди и благовестуй. Все учеба кончилась. Арсений Великий. 8 мая. Кавычки открыты. Однажды к преподобному пришел архиепископ Александрийский Феофил вместе с одним вельможей, желавшим побеседовать с преподобным и принять от него наставление. Преподобной же, помолчав немного, сказал им, исполните ли вы то, что я скажу вам? Они обещали исполнить все, что бы ни сказал. Тогда преподобный сказал, не приходите никогда туда, где будет Арсений. У него больше ничего не было, спрятать. Одну просьбу, как это, ну вот еще бы был царь, ну скажи, что я царь, никого не подчиняю. Я царь был. Тогда царь сказал, вот он сейчас будет царь, это мой зять. И я, мои приказы уже не слушайте, все. Только он сказал, это он сразу, теперь я царь, да воины, да царь, его не слушайте, нет, хватайте его, отрубите ему голову. И тут же отрубили царю голову. Все, теперь он уже зять стал царем. И вот здесь говорит. Пришедшие удивились ответу преподобного. Однако послушались его и удалились. Все, шли далеко послушать. А в нем мудрости было, во всей империи не было сколько божья. Это не зарытый талант. Спустя некоторое время архиепископ пожелал снова видеть Арсения. Поэтому послал спросить его. Откроешь ли ты келью твою, когда к тебе придет архиепископ? Понятно, даже, ну вообрази это сегодня вот так вот. Какой-то сидит он, он никто, там дьякон может быть. И дальше у него ничего не было-то. Но так его напугал Аркадий. Вот я буду императором, я его казню за то, что он меня выпорол в розгаме. У него больше ничего не было. Ему видение какое было? Нет. Голос сказал, беги и спасайся. А дальше голос уже стал учить, что и все должны так делать. Контактером стал. Преподобный же отвечал посланному. Если ты придешь, то открою. Но если я открою келью тебе, тогда мне придется открывать ее для всех. Но в таком случае мне придется удалиться из кельи. Понятно? Какая она логика была? Боже. Услышав такой ответ, архиепископ не пошел к преподобному. Та так, как боялся, как бы он не ушел из того места. То есть обыкновенной мерением ничего нет. И вот представьте себе, как говорится, еще строят. Это новое учение. А где это такое написано? Где прям видение какое было? Нет, ниже, ниже. Случилось однажды, что один здравствующий инок пришел к келье преподобного Арсения, так как хотел видеть его. Подойдя к двери, он постучал в нее. Арсений, думая, что это пришел его послушник, прислуживавший ему, точно же открыл дверь. Вот ошибку-то какую сделал, а? Но увидав постороннего человека, упал на землю лицом вниз, для того, чтобы не видеть пришельца. Однако этот последний устал упрашивать преподобного подняться с земли. Арсений же не хотел вставать и сказал, «Я не встану до тех пор, пока ты не уйдешь отсюда». Вот это, понятно, до совершенства довели. Супер антиевангельское учение. Это взяли за основу. Вот пустыня, молчание, затворники. И действительно, не поднимался с земли долгое время. Инок долго упрашивал преподобного, но так как преподобный не соглашался исполнить его просьбу, то инок ушел оттуда. Ушел ни с чем, и что он думал? Евангелие? Да это пустая книга, ее выбросили, она даже под ногами не годилась. В другой раз пришел еще один инок издалека в скит, также хотевший в виде преподобного. А эти-то шатались зачем, иноки-то? Дошли в мир и проповедовали, если уж не женились. И начал упрашивать братья указать ему дорогу к келье Арсений. При этом он сказал братьям, «Я хочу побеседовать с отцом Арсением». Но братья отвечали ему, «Подожди, брат, до воскресенья, и ты увидишь его, когда он придет в церковь». Вот он явится, это явление Арсения. Инок же тот сказал братьям, «Не буду есть до тех пор, пока не увижу преподобного». Все, как, это уже духовный киллер. Поэтому братья послали одного инока с новопришедшим и поручили ему указать дорогу к келье старца Арсении. Следует заметить, что келье Арсения отстоял от скита на 30 стадий. Подойдя к келье, брат постучал в нее. Старец открыл дверь и вступил... И впустил. И впустил в келью пришельцев. Затем сел, опустил голову и молчал. Все, голова между ног, в бороде капуста. Сидели молча и пришедшие. Все молчали довольно продолжительное время. Наконец инок... Да. Наконец инок с кинской обители сказал, я пойду назад, потому что я должен исполнять свои обязанности при церкви. И поднявшись с места, он собрался идти. Другой же брат, пришедший с ним, не имея дерзости остаться с арстатцем, сказал ему, и я пойду с тобой. Затем встал, он поклонился старцу и вышел из кельи, не услыхав ни одного слова из уст преподобного. Это считался за образец. То есть дар речи нет. Бессловесная скотина ослица разговаривает. В житиях святых есть кони разговаривают, голуби разговаривают. Но только не это, то не прославляется. Это выше всего тут только Дух Святой. Ну понятно, что это даже извращением нельзя назвать. После того странствующий инок начал упрашивать брата привезти к его к Моисею, бывшему разбойникам, до пострижения выночества. Брат согласился исполнить его просьбу и повел его к преподобному Моисею. Когда они пришли к Моисею, то Сей Последний принял их с радостью, предложил им отдохнуть и подкрепиться пищей, и, сказав им, большую любовь оказав, отпустил их от себя. Это мы читали, да. Дорога скидски, брат сказал пришельцу. Вот ты видал и отца Арсения, и отца Моисея. Кого из них лучше? Кто, по твоему мнению? Брат отвечал на это. Лучший из них тот, кто принял нас в любовью. Один инок узнал об этом, стал молиться Богу. Говорят так, Господи, скажи мне, кто из них более совершенен и заслуживает больше благодати Твоей? Тот ли, кто скрывается от людей ради Тебя? Ради Тебя. Или тот, кто принимает всех также ради Тебя? Этот инок в ответ на молитву свою имел следующее видение. Ни слова Божия, ничего. Инок имел видение. Какое он имел видение? Не доел, переел, там что с ним было-то? И видел ли он это видение? И откуда про это видение знает Дмитрий Ростовский спустя полторы тысячи лет? Ничего не известно. Ему представились два корабля, плывшие по какой-то очень большой реке. В одном корабле находился преподобный Арсений. И Дух Божий управлял кораблем его, соблюдая его в великой тишине. В другом был преподобный Моисей. Кораблем же его управляли ангелы Божии, влагавшие мед в уста Моисея. Об этом видении инок тот рассказал другим, более опытным подвижникам. И все нашли, что более совершенен Арсений, пребывающий в молчании, нежели Моисей, принимающий странников. Потому что с Арсением, Арсением, пребывал сам Бог. И с Моисеем же были только святые ангелы. Да вот интересно, если разобрать, дальше-то так вот посмотреть. Они видели видение, он молчал. Ну тогда, если прав Арсений не правы, Христос не прав, не правы апостолы, не Божья Матерь, не пророки, никто не прав, один Арсений. А почему, откуда Библии бы не было, никто не написал ее. Не прав Иеремия, не прав Исаия. И тысячи, миллионы проповедников не правы, все засохло. Так что это учение-то? Ну явное дело, что это не то, что не от Бога. Это прямо показано, что противоположное антиевангельское, антихристианское учение. И оно стало во главе. Иаков Незибийский, 13 января, в кавычки открыты. Придя в возраст, святой Иаков удалился в пустыню и жил на высоких горах. Весну, лето и осень он проводил в лесах, под открытым небом. На зиму же поселялся в одной пещере, в которой и укрывался от мороза. Пищей ему служило то, что земля порождала сама по себе. Без какой-либо обработки ее, он съедал плоды с лесных деревьев, и седобные коренья, подобные огородным, и подкреплял ими свою слабую плоть, лишь настолько, чтобы быть живым. А это откуда? Господь давал еще в раю, чтобы он охранял, там обрабатывал, и всегда садили, и было все у людей, ничего не было. Вот скитался, ничего не делал, и собирал корешки и ел. То есть прославляется бессловесное животное и уровень животного. Да какая же это вера-то? Ну и пришли вот такое православие и есть. Епископы только могли проповедовать. А что они могли проповедовать? По бумажке. Священники не имели права говорить в храме проповедь. Вот до чего дошло. Это прямо все у нас описано в книге к истинному православию. Ануфри Великий, 12 июня. Я беру жития святых, не придумаю ни одного слова. Кавычки открыты. На 17-й день своего путешествия я подошел к некой высокой горе. То есть он шел в одном управлении 17 дней. Это можно было дойти от Потеряевки до Новосибирска. Несколько раз. Утрудившись от пути, я сел на подножие горы, дабы отдохнуть немного. В это время я увидел мужа, приближавшегося ко мне. Очень страшного на вид. Он весь был покрыт волосами, как зверь. Вот это здорово. Уже не разговаривает ничего и волосами покрылся, как зверь. Это православный. При этом волосы его были белы, как снег, ибо он был седым от старости. Волосы его головы и бороды были очень длинны, доходили даже до земли. Вот смотрите, борода до земли. И покрывали все тело его, как некая одежда. Бедра же его были опоясаны листьями пустынных растений. Когда я увидел всего мужа, приближавшегося ко мне, то пришел страх и побежал на скалу, находившуюся наверху горы. Он же, дойдя до подножия горы, сел в тень, намереваясь отдохнуть. Ибо весьма утрудился от зноя, а также и от старости. Посмотрев на гору, он увидел меня и, обратившись ко мне, сказал, «Подойди ко мне, человек Божий, я такой же человек, как и ты. Я живу в пустыне сей, подвязаясь к Богу ради. Имя мое Ануфрий. Я живу в этой пустыне 60 лет, скитаясь по горам. Я не видал ни одного человека, ныне вижу лишь тебя одного». Вот такой был Серапион, он любитель был, как Макарий Александрийский. Он еще узнавал и просчитал. У Моисея там против Ани и Ямрии противились колдуны. И он решил найти, где они жили. И пошел, и шел туда тоже, это лет, это сказать, дней 70. Тыщинки взял, дойдет маленько, чтобы назад-то вернуться где. А встал, когда они все около головы собраны у него, сатана собрал. Встал подходить, вылетели демоны. Он говорит, да отстаньте вы от меня, посмотрю и уйду. Представь, ничем не заняты люди, на работу не идти. В трудовой книжке ни одного дня работы нет. И он пришел посмотреть, еще там пустые ведра заржавленные, плоды трухлявые, все засохло, нигде ничего нет. Это два колдуна жили. И надо было идти посмотреть. Все. Сава Псковский, 28 августа, кавычки открыты. Он ушел в пустыню, находившуюся на расстоянии 15 поприщ от Ефросиного монастыря. Курсеру, называемому Крепец. И поселился тут на совершенно безлюдном месте. Вот все вопросы. Дальше. Стихотворение. Стихотворение. На цена. Я не тому молюсь, кого едва дерзает, назвать душа моя, смущаясь и девясь. И перед кем мой ум бессильно замолкает, безумная гордость и постичь его стремясь. Я не тому молюсь, плечами и алтарями народ простертый нить смирения лежит, и льется фимиам душистыми волнами, и зыблются огни, и пение звучит. Я не тому молюсь, кто окружен толпами, священным трепетом исполненных духов, и чей незримый трон за яркими звездами царит над безднами разбросанных миров. Нет. Перед ним я нем. Глубокое сознание моей ничтожности смыкает мне уста. Меня влечет в себе иное обаяние. Не власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог, Бог страждущих, Бог обогренных кровью. Бог, человек и брат с небесной душой. И пред страданием и чистой любовью склоняюсь я с моей горячей молебой. Семен Яковлевич, национал 1880 год. Да. Значит, а чем речь идет? Не знаю. А пустыня монахов за... Чего угодно. Ну, пиши. Жития, пустыня, монахи. Бодрись. Тут много еще и услышишь еще. Дальше. Вот теперь мы посмотрим еще вопрос, какой мне задавали. Контур ЛА, Контур ЛС. Если кто не знает, скажи, что это он такое говорит. Ну, это уже компьютерная мудрость. Как сделали люди умные. А мы-то что, готовые берем? Ну, это очень удобно. Далеко слышно. Вот. Это я когда-то насчитывал на пленке, отвечал. Вопрос 2086. Восьмой том, открытым окон. Когда читаешь Новый Завет, то там люди выглядят такими живыми, на экран просятся. Но когда читаешь жития святых, то большинство из них, как персонажи театра теней. Отчего такая разница? Театр теней. Ответ. Ответ. Я бы не сказал, что как теней. Там всякие персонажи есть в житиях. Нет, что тут теней-то? Ответ. Только от того, что в церковь вход оказался чисто механическим. Через детское крещение. Четко проговорили о окончании предложений. Невозрожденные люди сами придумали себе монастыри, подвиги и монашеские. И ничем сегодня не убедишь, что Христос этого не устанавливал. Криком кричать будут, но из монастыря только бы не уйти. И там некоторые устраиваются неплохо, но многие в тяготе проводят жизнь в ожидании смерти. Да и как же не любить монашество епископам, если оно любой бездарности, решившееся на официальное изречение иноческих обетов безобращие, дает возможность быть реальным кандидатом в епископы. Часто быть церковными князьями и оформиться в официальных прелюбодеев с мирскими властями. Бытовой, запятая голубой гомосексуализм. Монашество – реальная стартовая площадка для карьеристов в епископы. На худой монашеский конец хотя бы и в игумены, в архимандриты. Даже простой иеромонах и то, как бабульки млеют, любя этого в кавычках божьего человека, в такую необычность с покрывалом шапки. А не станет епископом, ему вовек не видать бы этой кормушки. А тут резко отсеялись талантливые, но семейные. И он уже на плаву. Конкурс в десятки раз уменьшился. И теперь он будет биться насмерть за монашество, чтобы отстоять свое крыло черноты. Черное священство – черное монашество. Они же сами сделали это разделение на белое духовенство и на самое черное. Самое черное или самое черное. Без этого монашества он уже никто. Просто как человек даже, быть может, не состоялся. А так он с жезлом и с дикирием может стать, если совсем уж не верующий, преосвященным каином. Кем может стать? Преосвященным каином. Деяние 20 глава 29-30 стихи. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. От епископства многие ли убегают сегодня? Уже разоблаченного гомоепископа через несколько лет вновь ставят в этой корпорации евнухов на новое место, уже архиепископом. За то, что есть, я вот практически показываю то, что не сокрыто на сегодняшний день. Вот он рвется туда. А почему, что должны быть не женаты? Откуда взяли? Петр был женат, и Павел говорит об остальных. А постепенно это вели, и назад уже никак не стронуть. Как? Карьеризм. Это на первом месте. Будут говорить превратно. А то Павел знал. И вот это все, что превратно, это и есть. Как златоуз говорит, никого не боюсь, так как епископов. То есть люди ни перед кем не ответственны, ничего нет. И из них, чтобы нормальный был, это редкость. Редкость исключительная. Теперь смотрим, что говорят жития святых. Феодор Ростовский, 28 ноября. Кавычка открыта. Многие не знают его. То, что я привожу здесь жития, их нигде нет, он на слуху, никто не знает. Оставив вскоре Хачковский монастырь, он ушел в Москву. Поселился в монастыре святого Богоявления в особой келье и проводил строгий и суровый образ жизни, постей и молитве, воздерживаясь от вина и пива и одеваясь в ветхие одежды. То есть он воздерживался, остальные не воздерживались, которые там жили. Да у них было шесть сортов кваса только у богатых. Так, далее. Ефросинья или Ефросинсковская? Псковская. 15 мая, кавычка открыта. Кто были по плоти его родители? Псковский, значит. Это Ефросин. Ну, я сказал, а вы говорите, Псковская. Кто были по плоти его родителей, неизвестно. Известно только одно то, что он родился духовным рождением, и отцом он имел Бога. Вот проверите. Который родил его водой и духом, а матерью его была православная отеческая церковь. Почему он и воспитан был в правой вере и наставлении. По достижении возраста родители отдали его в научение божественным книгам. И он вскоре настолько ясно уразумел божественное писание, божественное писание я, наверное, что мог не только словесно изъяснять их, но и составлять собственные поучительные сочинения. При этом он изучил и философские науки, так что даже старики удивлялись его мудрости и с похвалой отзывались о нем. Никогда он не обнаруживал склонности ни к играм, ни к зрелищам, но больше всего любил чтение божественных писаний и церковные песнопения. Причем в свинных лет стал предаваться строгому воздержанию, отказавшись совсем от употреблений в пищу сладкого. Там пивина не пили, а этот сладкого. И знал писание, уразумел божественное писание. Вот мы сейчас увидим, что же он уразумел там в писаниях-то. И что они имели под видом священного писания, когда Библии не было, Евангелия не было? Тогда милостивый Бог, хотящий всем людям спастись и в разум истины прийти, вложил в сердце его благую мысль о том, как бы ему устроить свое спасение и удалиться от мира. Вот это он из Писания все узнал. Эту мысль он немедленно же исполнил, отправившись в монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, что на Снежной горе. Так называлась местность на берегу реки Великой, в расстоянии трех поприщ от города Пскова. Но от игумена этого монастыря принял иноческое пострижение, причем навсегда отказался от помыслов, влекущих к миру и всецело отдался обетом иноческого звания. На все из Писания он узнал. При пострижении ему дано было имя Ефросина. Избрав для этого пустынную и безмолвную жизнь, подвязаться только для Бога. О таком своем немерении он сообщил духовному отцу своему. И последнее, видя, что он, процветая в добродетелях, благословил его и сказал ему, «Иди с миром, сын мой, Господь да будет с тобой, добразумит он тебя и наставит на ту благую деятельность, которой призвал тебя». «Какая благая деятельность, как можно дальше уйти?» «Уйти людей не видеть. Это самое страшное, что было. И особенно женщины где. Если епископ на дачу приехал, а там женщина уборкой занимается, чтобы ее прятали, не видели. А иначе его не удержать. Он как застоявшийся конюшенный производитель жеребец». Да, тут же набросится. Иринар Хростовский, 13 января, кавычки открыты. «Будучи еще только шести лет, он однажды сказал своей матери, «Как вырасту, так подстригусь и стану монахом. Буду носить на себе железо, трудиться ради Бога и буду учителем всем людям». Понятно. В шесть лет он уже учителем будет. Это не тщеславие, ничего. Это прославляет церковь на развалинах. «Удивилась мать таким речам своего малолетнего сына, но вместе и радовалась. Эти пророчественные слова шестилетнего ребенка впоследствии сбылись в точности». Ну, то есть у него были цепи и прочее, ну, в общей сложности не меньше полтонны. И люди просто ковали, цепи лежали, 300 крестов, и кто хотел лечиться, приходили и на железах лежали. Не к врачам ездили. «Иулиан и Василиса, 8 января, кавычки открыты». «Спустя немного времени после бракосочетания Иулиана и Василисы родители их скончались, оставим богатое наследство. Они же, получив свободу для своей духовной жизни, задумали послужить спасению и других людей, а не только заботиться о своем собственном. Для сего они построили два монастыря, мужской и женский, и разошедшись, постриглись. Она в мужском, он в мужском, да, а она в женском монастыре. Собрав там около себя лики иночествующих, они приняли начальство над ними. В обители святого Иулиана жило до 10 тысяч братьев. Представь себе, 10 тысяч, это не где-то, это не в пустыне. 10 тысяч мужиков, которые оторваны от всякой работы были, жили для себя. Сколько благовестников загубили-то? А вот они, 2 миллиарда мусульман. Усердно служивших Богу. Ибо Господь дал ему такую благодать, что к нему со всех сторон стекались, хотевшись спасти свои души. То есть люди все были под этим впечатлением, вот как сегодня говорят, зазомбированы, что только в монастыре жизни никакой нигде нет. Оставляя свои дома, жен, родителей, родственников, имени и все утихи миры, они вручали ему свои души, чтобы он привел их в Царство Небесное. Это вот оставляет родителей, детей, на это каноны, каноны, книга правил говорит. Все они находятся под проклятием, под клятвую, под клятвую. Все, что делали, 10 тысяч, все под проклятием были. Каноны православной церкви. Также и святая Василиса собрала в своем монастыре и сделала невестами христовыми до тысячи чистых дев. И, кроме того, множество жен. Еще кроме того, которые замуж не ходили. Теперь они только во сне видят, как их рыцаревы крадывают. Мы смотрели, считали про это. И в обоих монастырях, как бы в двух садах райских, процветала ангельская чистота и торжествовало девство на сладострастном бесам нечистоты. То есть все главное, откуда это взяли, непонятно. Дмитрий Прилуцкий, 11 февраля, кавычки открыты. С молодых лет он отдан был в книжное научение и на выгву чтений божественных книг. У многих сверстников он превосходил разумом и выделялся среди них своим смиренно мудрием, которое всегда вскрывал в сердце своем. Блажен и любил часто размышлять о будущем веке, о суде Божьем, о воздаянии каждому и по делам его, о царстве небесном, радости праведных и райском блаженстве. Изучив сочинное писание Ветхого и Нового Завета, очень удивительно, откуда, когда Библии не было вообще, святой познал, что жизнь всем свете скоро приходяща, и потому он вскоре оставил сей суетный мир и с умиленную душой, пришедший в страх Божий, в том же Переяславе принял иночество на горном Борисогребском монастыре. Гурий Митрополит, 4 октября, кавычка открыта. Не оставлял он и ручного труда, и обычным занятием его было шитье клобуков, или клобжатки шил монаха, которые он раздавал братья свои, прося их молиться о нем Богу. Когда же святой достиг глубокой старости, то оставил свою паству и снова переселился в основанный им монастырь, что в городе Казани. Здесь он принял на себя великую схему. Все. Ни одного шага, ни одного мгновения, часа нет по Евангелию. Вопрос 2087. Описывает ли история русской церкви время появления на Руси монашества? Ответ. Если с Владимиром, князем, прибыли монахи сразу, как говорят летописцы, тогда не позже, чем через час, как они дошли до Киева. Они пообедали и, не отдохнув даже получаса, попросили себе лопаты и начали рыть норы, уходить в землю. Эти дети подземелий. Если не появлялись здесь в обед, то после обеда это уже и проросло. Нам принесли Русь на Русь не евангельскую веру, а византийское монашество. Это принесло нам страшные последствия. Это ложное учение о том, что спасение крепче и надежнее в иночестве. Высосало русскую нацию, обескровило ее. Самое лучшее, самое ревностное, самое мужественное устремлялось в монастыри. И там, не давая потомство, уходило в песок. Монашество высосало соки из народного организма, сделало нацию подобной сухому скелету, а рвущуюся энергию прельщайших монастырей глушили на монастырских послушаниях. Какие силы угробили монахи! Это сотни тысяч проповедников, которые засевали бы страну словом своим. Их заблокировали, и их энергию удушили за стенами монастырей. Господь же учил не на дощечках пахомивых, а откровениями Духа, Еремея 14.14. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им, а не возвещают вам видение ложное, и гадание, и пустое, и мечты сердца своего». Еремея 23.21. «Я не посылал пророка всех, а они сами побежали, и я не говорил им, а они пророчествовали». То есть это все было. Марк 16.15. «И сказал им, идите по всему миру, и проповедуйте Евангелие всей твари». Вот как это выглядело на практике. Арсений Тверской, 2 марта, кавычки открытые. Я повторяю, таких ответов не было никогда и не будет. Почему? Это 1173 жития, и при том в житии маленький какой-то пакетик, строчек взять и показать, что именно по теме. Придя в монастырь, святой упал на колено пред настоятелем и просил его, «Помилуй меня, отче, помилуй грешного, не удаляй меня из святой обители, вспомни, что и Христос не отвергает кающихся грешников». Так усердно просил святой игумена Печерского. Игумен удивился и спросил его, «Почему, чадо, ты так сильно сокрушаешься в грехах своих? Ведь ты еще молод возрастом». «Я великий грешник», отвечал святой Арсений, «ибо нет человека, кто бы не согрешил, если даже он прожил всего один день. Помилуй меня, отче, и не отгоняй святой обители, зная, что и мне некогда предстоит явиться на страшное судилище Христова. Какое ответ я дам тогда мне лицеприятному судьи?» Удивился Игумен ответ у юноши. Он прозрел своими духовными очами, что на отроке почивает особенная благодать Божия. Понятно, что он нигде не был, ничего не знает, но особая благодать Божия. То есть монашество – это царство небесное. Но, видя, что Арсений еще молод, Игумен Печерский сказал ему, «Трудна жизнь иноческая, много в нелишении скорбей. Нелегко тебе будет в таких молодых годах переносить все подвиги монашеские. Но много стези указал Господь для спасения людей. Избери себе другой путь, более легкий. Не страшусь я трудов иноческих, отвечал святой. Сладкие и приятные они для меня. Об одном прошу тебя, сделай меня последним рабом в святой обители и с благодарностью буду исполнять все». Далее, Иоанн Прозорливый, 27 марта, кавычки открыты. Он же ласково беседует со мною и своей правой рукой, касаясь слегка моей левой щеки, сказал мне, «Многие скорби ожидают тебя впереди, и трудную брань уже ты перенес, борясь со своим желанием оставить пустыню. Ты не исполнил этого желания, несмотря на то, что дьявол выставлял тебе благовидный предлог для оставления пустыни, напоминая тебе о любви к тебе отца и брата. Я тебе взвещу радостную весть, и отец, и брат твой оба здравствуют и отреклись от мира. Отец твой проживет еще семь лет». То есть никакого намека нет даже о том, что люди знали Евангелие, что Дух Христов касался их. Так, о чем здесь? Не знаю. Вот почему-то играть и не, там вот это сказано. Ну, не... Прочитай. Когда читаешь Новый Завет, то там люди выглядят такими живыми, на экранах. Хорошо. Жития святых. Жития. Жития? Жития написать всегда. Да. Жития, разница от Евангелия. Ну, вот, пожалуйста, мы берем несколько моментов, таких еще у нас есть время, посчитаем. Вот так. Теперь все это точно так же сделаем. вставим. Возвысим. Все. Поехали. Вопрос 2099. Восьмой том открытым окон. По каким признакам вы находите места в житиях, про которые говорите, что это позднейшие ставки, приписки? Ответ. Это я отвечаю, мне в ответ. Вопросы говорят. Тихо Тихонович отвечает. Это восьмой том, это... Да, это мои ответы. Не мои же. Ответ. Все, что говорится о сохранении девства, о унивещевании Христу, через сохранение девства, о бисере девства, о абсолютном преимуществе в деле спасения девственников, особенно в житиях первого века. Они сдобрены монашескими мыслями позднейших веков. Что-то еще трудно проверить, так ли было и так ли говорилось. Но когда пишут об апостолах, о том времени нет нигде не запятушки, а только о том, что сохранилось в Новом Завете, то откуда же писатель жития черпал свои данные? С потолка кельи, из чернильного монашеского пальца, в салон 118-113, «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Исайя 8, 20 «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Притча 30 глава 6 стих «Не прибавляй к словам его, чтобы он не облегчил тебя, и ты не оказался лжецом». Откровение 21, 8 «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою». Так, Фекла. 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 24 сентября. Кавычки открыты. «Святые апостолы Павел и Варнава, благовествуя миру, Евангелие, проживая в доме Анисифора, они часто посещали синагогу, небоязненно проповедовали Слово Божие, приводили людей к спасительному пути и обращали к вере и в Иисуса Христа. Тогда многие, внимая их учению и видя знамения и чудеса, творимые ими, уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. В то время в Икании жила 18-летняя девица, прекрасная с собой, по имени Фекла. Видя чудеса, совершаемые с апостолами, Фекла вместе с другими слушала у окна беседы их в доме Анисифора, усердно внимая всему, что они проповедовали. На добрую почву пала семя Слова Божия. Действием Святого Духа оно глубоко укоренило сердце Феклы и произросло. Она уверовала в Сына Божия, возлюбила Его и прилепилась к Нему всей душою. Павел же по внушению свыше стал беседовать о девстве и целомудрии. Он сказал, между прочим, что отраковица, хранящая ради любви ко Христу свое девство, подобно ангелам, она невеста Христу. А Христос есть ее жених, вводящий ее в чертог свой небесный. Фекла питалась только словом его. Когда же Фамир, жених ее, лаская ее, хотел насильно обнять и поцеловать ее, она плюнула ему в глаза и вырвалась из его рук, как птица из сети. Тогда мать опять пришла в ярость и снова стала бить ее. А Фамир, сильно опечаленный, пошел князев с жалобой на апостола Павла. То есть, явно видно, что это пишет монах четвертого века. А пишет, откуда он узнал? Павла Павла, ничего нигде ниоткуда не было. Трикотворение. Дневник вести привычно. Ну, как вести? Дневник вести привычно. А, дневник вести, ага, вести. Дневник вести привычно, без надсады. Найти свободные минуты для него. За строчкой строка и листик полосатый. По метке следствие, куда стопал ногой. Пройдет неделя, месяц или год. Приходится сверять, соотносить былое. Устал и позевнул. Скорей ладонь на рот, другой рукой опять дневник открою. Благословениями весь он испещрен. По метке красным. Чрезвычайно что-то. Садили яблони. В лесу пилили клён. Желтеют капли ручейки из пота. Не мысли бы. Никак не удержать. Без записи, что было день назад. Забвение стирает, как наждак. Что поленился сразу написать. Тогдашние неясные томления, предчувствия, крутые изменения. На следующей строчке будет пение. Врагов несметных полное крушение. Мой друг дневник, источник и родник, мой личный летописец сокровенный, что слышал походя и что узнал из книг, на сохранение берёт попутчик верный. Помощник памяти и милости Христа, о встречах перспективных или дохлых. Парит орёл с утёса из гнезда. Мои друзья орлята, я помог ему. Вести дневник так просто, без причины. Он учит подвиг подбивать итог по темноте. Не раз тебе покажешься противным. Сам не такой, знакомый не те. По ступеням, по числам возвращаясь, выискиваю признаки предчувствий. Соприкасаясь с яслями, с мощами, раскаиваюсь, радуюсь, врачуясь. 1 сентября 2003 год. Вот что такое дневник? Так, о чём здесь мы сейчас читали? Читай. Так, какие признаки вы находитесь? Так, жития. Разница с Евангелием. Всё. Убрали. Ещё запишем. У нас время есть. Слишком большие материалы. Ну вот теперь конкретно опять же копируем. Чуть не сказал. Купируем. Вот. Вставляем. Выделяем. Увеличиваем шрифт. И читаем. Вопрос 2193. Восьмой том открытым оком. Даже представьте то тяжко, как при аресте приходилось прощаться с родными. И это навсегда. Как проходили эти прощания по житиям? Как можно приготовиться к нелёгкой разлуке? Ответ. Бог укреплял и юных, потому что они любили Создателя своего более и превыше всего, что знали. 1 Коринфянам 10.13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст ей облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Не следует уже сегодня привязываться к тленному, и хотя слабое, но должно быть воображение, что вокруг всё будет отнято. И что тогда? Евреям 10.34. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Заранее не обдумаешь ничего, но упование даёт мудрости и на ответ, и на переживание. Марк 13.11. Когда же поведут предавать вас, не заботитесь наперёд, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Не мы же первые пройдём этим путём. История оставила нам описание страшных времён, и тогда находились верные сыны Божии. Это нам в образец. 3.11.16.70.83 Будут как иступлённые без пощады расхищать и опустошать всё у боящихся Господа. Опустошат и расхитят имущество их, и из домов их изгонят их. Примудрость Соломона 14.25 Всеми же без различия обладают кровь и убийство, хищение и коварство, растление, вероломство, мятеж, клятва преступления, расхищение имуществ. Евреи чудом уцелили в кровавых бойнях против них. 1 Макавейская 1.61. Младенца вешали за шеи их, да мы их расхищали и совершавших над ними обрезание убивали. Так, Тимофей и Мавра 3 мая кавычки открыты. Когда святые шли на распятие, их встретила мать Мавры и обняв дочь сходи сказала ей, дочь моя Мавра, зачем ты оставляешь мать свою ищущую тебя? Кто же будет носить украшения твои? Серебро, золото и драгоценные одежды твои кому достанутся, если ты, дочь мне, останешься в живых? Святая же Мавра так ответствовала своей матери. Золото и серебро погибнут, а одежды поест моль. Красота юного лица также со временем исчезнет, вине же который дарует мне Иисус Христос будет неувядаемым вовеки. И не могла мать возразить что-либо святой Мавре. Мученица же, вырвавшись из рук матери, пошла к месту распятия, сказав матери, для чего я хочу подобиться смерти своей. Так, о чем? Об арестах не знаю. жития арест. Нажимаем. Сейчас еще одну возьмем. Потому что у нас так мы тихо подвигаемся. Странист на 20 наверно. Ну, теперь Бонтр Ла, Бонтр Лэс. Сейчас быстренько еще, это очень интересно. Видишь, какая посещаемость с каждым днем увеличивается количество людей, переходящих на наши события дня. Ну, и вот, дальше. Вопрос 3251 8 том открытым оком. Вот эти, которые священники выступают, пусть они номер покажут своих вопросов. 18 том открытым оком. 18 или 8 не знаю. Не знаю, ну ладно. Почему жития так похожа одно на другое? Или такая была жизнь, или по-другому нельзя было описать ее? Ответ. Надзирающие за благоприличием в мирском понимании стилизовали жития, и составители должны были входить в установленную форму написания. Вот раньше писали книгу, вот допустим «Молодая гвардия», Фадеев написал, и Лично Сталин даже его вызывал и говорил, как же так, роль партии нигде не показал, да там не было коммунистов, книга не пойдет. И он заново ее переписал, тогда там такой руководитель был, их не было. Руководящая направляющая роль партии, она должна была отражаться во всех книгах, иначе не пропускали. Как вот сейчас ставят фильм Голливуд, если там нет блудной какой-то сцены, то не пропустят фильм. Вот как это выглядит. И это не мое видение, а инструкция на составление житей. По-другому написанное, как, например, про жизнь Давида не пройдет. На биографии от гречески «святой» и пишу. Научная дисциплина, занимающаяся изучением житий святых, богословскими и историко-церковными аспектами святости. Жития святых могут изучаться с историко-богословской исторической, социально-культурной и литературной точек зрения. Это сколько намотали здесь? Сколько здесь прикормилось их? С историко-богословской точки зрения жития святых изучаются как источник для реконструкции богословских воззрений эпохи Ничего божественного нету. Богословских воззрений эпохи создания жития. Его автора и редакторов их представления святости, спасений, обожений и так далее, в историческом плане жития при соответствующей историко-филологической критике выступает как первоклассный источник по истории церкви, равно как и по гражданской истории. В социально-культурном аспекте жития дают возможность реконструировать характер духовности и социальные параметры религиозной жизни. В частности и так называемую народную религиозность, религиозно-культурное представление общества. Жития, наконец, составляет едва ли не самую обширную часть христианской литературы. Жития пишутся по определенным литературным канонам, меняющимся во времени и различным для разных христианских традиций. Любая интерпретация житийного комитериала требует предварительного рассмотрения того, что относится к сфере литературного этикета. Понятно, то есть не все, а просмотреть, заменить другими словами, кое-что вырезать. Это предполагает изучение литературной истории житий, их жанров, установлении типичных схем их построения, стандартных мотивов и приемов изображения и так далее. Так, например, в таком агеографическом жанре, как похвала святому, соединяющем в себе характеристики жития и проповеди, выделяется достаточно четкая композиционная структура – видение, основная часть и эпилог. И тематическая схема основной части – происхождение святого, рождение, воспитание, деяние, чудеса, праведная кончина в сравнении с другими подвижниками. А географической литературе свойственны многочисленные стандартные мотивы, такие, например, как рождение святого от благочестивых родителей, равнодушие к детским играм играм. То есть они должны включить обязательно. И тому подобное. Подобные мотивы выделяются в агеографических произведениях разных типов и разных эпох. Так, в актах мучеников, начиная с древнейших образцов этого жанра, приводится обычная молитва мученика предкончины и рассказывается о видении Христа или Царствия Небесного. Там не был, никто не знает, но обязательно это надо указать. Открывающегося подвижника во время его страданий. То есть это уже заложено в плане. Эта богословская канва мученичества естественно отражается и в структурных характеристиках мученических актов. Житие абстрагирует эту схему спасения. И поэтому само описание жизни делается обобщенно типическим. Эта перспектива способствует развитию витейственного украшения стиля житей. Витейственного. Так и хочется Я закончил. Я-то выдержку взял жития святых и дальше. Так и хочется составителю про многие жития сказать Ниеме 6.8 Ничего такого не было о чем ты говоришь то выдумал это умом своим ты. Данила 13.43 Ты знаешь что они ложные свидетельствовали против меня и вот я умираю не сделав ничего что эти люди злостно выдумали на меня. Сирака 8.12 Не выдумывай лжи на брата твоего и не делай того же против друга. Вот так стихотворение учите удивляться малышей всему что так привычно примелькалось не пропустить трезвон мимо ушей и голос свой что не такая малость рассматривая пальчики суставы сумейте чувство чудо пробудить во всем везде беззвучные октавы проставьте к удивлению на вид ладонь подошву или же колено потрогать как картинку просмотрите разум разум и всегда великолепно созвучие чудеснейшего ритма в любое время года или суток ребенку помогите веки разомкнуть чтоб он до старости мог с пузырями гукать в учебе не потребуется кнут испытан они нами пастушком из дома иесея младшим сыном он по советчике ходил пешком нам удивление на сотни лет отсыпал он слышал проповедь беззвучную небес и как вещает мать земля о боге хватался за блокнот едва успев присесть знал тайну скорби словно жил во строге сравнениями сыпал неспроста подстегивал себя концом от смерти не видя много из рук на прохриста тысячелетия псалтир не меркнет не перестану удивляться снам вся жизнь почти что сонные мечтания при удивлениях осенняя весна подсчет талантов завтра и настанет ходите в лес с шуршающей листвой смотрите перекаты горной речки раскапывайте тайны она за слоем слой хвалитесь господом иначе будет нечем 6 октября хорошее 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 вот я почему и сравниваю Бальман Константин у него легкий такой шел где-то стих это все писано у меня без помарок почему я это видел и радовался о чем сейчас пишем ну как составляется жития святых так жития как составляется география давай сейчас еще одну закатим и все уже 13 минут уже 13 минут на второй час все хватит ну и все все уже ну все так все благодарю можно было пришел пошел вот как